В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! В областном собрании состоялась расширенная рабочая встреча депутатского корпуса по обсуждению предстоящего реформирования местного самоуправления. Основной вопрос – передача полномочий с поселкового на районный уровень. Подробности в материале Виктора Кузнецова. Становление местного самоуправления идет не первый год. Новая реформа в соответствии со 136-м федеральным законом подразумевает прежде всего перераспределение полномочий с поселкового уровня к районным администрациям. Предстоит большая работа, поскольку вместе с полномочиями должно быть передано имущество. А имущество – это тогда считается, когда оформлено право собственности, зарегистрировано. Вот здесь я полагаю, что здесь могут быть задержки определенные. Хотя муниципалы уже начиная с июля месяца к этому вопросу готовятся. Когда мы встретились с представителями всех муниципальных образований, я приятно отметить, что они все изучили, все в теме. Количество полномочий поселковых администраций сокращается до 13. В ведении района переходят вопросы жилищного контроля, организации электротепло- и водоснабжения ГОЧС. Отчасти это позволит решить проблему кадрового голода. Наиболее профессиональные управленцы сидят в районных администрациях. Конвай этого закона, как вы знаете, это сделать власть доступной населению на всех уровнях. Это первое. Второе – на местах власть должна быть эффективна и обеспечена финансово, исходя из тех полномочий, которые остаются на всех уровнях. Чтобы у нас, знаете, как обычно не получилось, мы что-то передаем тут федерального на региональность, регионального на местное и в обратную без обеспечения финансового. Предполагается, что рассмотрение и принятие регионального закона о реформе местного самоуправления состоится уже на первой после летних каникул сессии областного забрания. Виктор Кузнецов, Ольга Красулина, Панорама Севера. Гастрономический кризис по морю не грозит. Напомним, в соответствии с указом президента Российской Федерации введены ограничения на импорт агросырья и продовольствия из США, Канады, Австралии и стран Евросоюза. Однако, по словам министра агропромышленного комплекса Архангельской области, эти миры не грозят региону ни дефицитом продуктов, ни внезапной инфляцией. Чтобы не допустить существенного подорожания товаров, распоряжением губернатора Игоря Орлова проводится постоянно мониторинг цены на продовольствие. Полноценное снабжение Архангельской области продуктами питания гарантирует новые логистические связи с поставщиками из других стран и наращивание объемов уже имеющегося производства. Прошедшую модернизацию молокозаводов в Вельске, в Архангельске, прошедшую модернизацию яичного производства, прошедшую модернизацию производства по допуску мяса бройлеров, они способны фактически кратно увеличить объем производства продукции. Поэтому, в принципе, эти санкции дали возможность выйти на комфортный режим работы, на стопроцентный режим работы нашим сельхозтоваропроизводителям и переработчикам. По словам министра, антисанкции коснулись большей частью продуктов премиум-сегмента, таких как твердые сыры, сыры с плесенью, отдельные виды йогуртовой продукции, норвежская семга. В целом эти товары составляют около 10% объема поставок продукции в Российскую Федерацию. На сегодняшний день Архангельская область полностью обеспечивает жителей региона картофелем, молочной продукцией широкого сегмента, а мяса птицы и отдельных видов рыбы хватает не только для снабжения области, но и даже для экспорта. А вот Архангелогородцу Сергею Воробьеву никакие санкции не страшны. Этот профессиональный дачник способен обеспечить семью не только стандартным набором северных плодовых культур, но и вполне экзотическими для нашей местности продуктами. Арбузы, дыни, виноград и кукуруза. Какие дары принесло наше северное лето, расскажет Екатерина Грициенко. Все началось с возведения обычной теплицы. Тогда, покупая посадочные материалы, Сергей случайно наткнулся на кустике винограда. Купил и, шутки ради, посадил в этой самой теплице. Кто бы мог подумать, что через год южный гость приживется на северной земле, а еще через два года принесет первые плоды. Тогда, в 2012-м, с ветвей собрали 12 килограммов сладкого винограда. А уже этим летом кусты дали полноценный южный урожай. Ну, думаю, ладно, виноград посадил. Ну, давай докажем, что на севере и... Ну, на Марсе бы обещали, яблоки должны расти, но не выросли. Дай, думаю, докажу, что на севере арбуз может вырасти, дыня может вырасти. Ну, и решил попробовать. Прошлый год тоже так же. Посадил для эксперимента несколько. Но поскольку не знал ни технологий, ничего, сложно было. Но, как известно, охота пуще неволи. Тысячи страниц специальной литературы. Полив, крыхление, искусственное пыление и создание биоподогрева. И вот он, результат упорства, терпения и спортивного азарта. Именно этот азарт привел к появлению на участке Сергея царицы полей кукурузы. А вот самая настоящая тыква произрастает здесь в почти промышленных масштабах. Это у меня спецэкземпляр, готовящийся для книги рекордов Гиннесса для Архангельской области. То есть здесь выращиваю отдельную тыкву. Хочу вырастить тыкву, ну, как максимального размера, какая она может быть. Вступил в силу закон, получивший неофициальное название о блогерах, приравнявший популярных российских блогеров к журналистам. Популярных это тех, чьи страницы в день посещают более трех тысяч пользователей. В соответствии с принятым законом, владелец подобного ресурса должен регистрироваться в специальном реестре и брать на себя ограничения, действующие для СМИ. А доверяют ли информации блогеров жители Архангельска? Об этом узнаем из сегодняшнего опроса. Как правило, они преследуют какие-то цели, на мой взгляд. Есть известный такой блогер Мальгин, который живет, по-моему, в Италии сейчас. Вот знакомство с некоторыми вещами, о которых он пишет, заставляет ему не верить в принципе. Ну, а на остальных это дело проецируется. Ну, если эта информация совпадает с информацией, которая по телевизору, конечно, можно, потому что телевизор мы смотрим. Блогеры? Ну, не всегда, но можно. Некоторые очень объективные, по-моему. Если они пророссийские блогеры, то есть как Николай Стариков вот эти, то они правильные. А если там другие, я, к сожалению, их не знаю, то, не считаю, они, особенно европейские блогеры, они не ту информацию показывают, которая есть в действительности. Какая-то проверка, наверное, где-то должна быть. Потому что, ну, мне кажется, в интернете все открыто. Любой человек спокойно может снять и что-то там написать. Цветы на могилу отца в далекую Австрию. Новодвинская семья спустя 69 лет нашла могилу своего отца, деда и прадеда на австрийской земле. Помогли ее разыскать корреспонденты газеты «АИФ Европа». Теперь Галина Басина, дочь рядового Константина Красина, знает, где погиб ее отец и как берегут его память. История поисков в сюжете Алены Сосниной. Меня зовут Галина, я простая русская женщина. 78 лет, живу в небольшом городке Новодвинске на севере России. Мой отец Константин Матвеевич Красиков погиб в самом конце войны, 18 апреля 1945 года на австрийской земле. Это небольшая выдержка из письма, которое по электронной почте получила газета «Аргументы и факты Европа». Галина Константиновна отправила его через внука с просьбой найти своего отца и возложить на его могилу цветы. Я его очень неплохо помню. Мне был шестой год, когда война началась, когда его призвали на войну. Но помню, как он прощался тут с нами. Я обычно его всегда на руках была. Он очень любил всех вообще детей, и жену, и детей. Очень был хороший. Проводили его. Подъехала машина. Я в окно смотрю. Когда грузовой машины, тогда же ничего не было. Сел, уехал, и все. И больше я ничего не помню. Кто его еще провожал, чего я не помню. А по Беску мы получили, уже война кончилась. Мы получили сначала от него открытку. Накануне, 1 мая, он поздравлял с праздником и сказал, что вышел из госпиталя и иду в бой. Ну и мы так надеялись, что он жив, и все. Гадалка тут была. Мама сбегала с гадалки. Была единственная десятка. Она пришла. Ой, отец жив, отец жив, отец скоро придет. Все нормально, все хорошо. А так мы радовались, мы ждали его. Потом нам в военкомате сказали, что он погиб в Австрии. А где захоронен, мы не знали. Мысль найти могилу своего отца не покидала Галину. На протяжении всей жизни она бережно хранила его одну единственную фотографию. Дочь у меня все затеяла, эта дочь. Это надо говорить найти, надо все. И вот она взялась и все нашла. Помог в поисках прадедушки внук Галины Константин, которого назвали в честь погибшего прадеда. Искали через посольство, нашли все какие-то похоронки, все какие были документы о нем, нам отсылали. Могилу Константина Красикова не нашли, если бы не Петер Сиксель. Почти 20 лет он возвращает имена погибшим воинам. Этот человек является автором книги памяти. Петеры помогают неравнодушные люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и наши соотечественники в Австрии, такие как Юлия Эгер. По просьбе редакции она отправилась из Вены в Мистельбах и возложила цветы от Галины ее отцу, а также от всех сыновей, дочерей, жен, матерей и внуков других погибших русских солдат. Это было очень тяжело. Он погиб-то в конце войны уже 18 апреля. Еще было больше тяжелее, чем всю войну прошел и в конце войны погиб. У нас вообще был шок, вообще ужас. Сердце Галины Константиновны немного успокоилось. Она нашла своего отца, а внуки и правнуки, дедушку и прадедушку. Память о нем теперь будет вечно. Сейчас австрийская книга памяти готовится к переизданию. Имя отца Галины, Константина Красикова, в ней будет указано. Международный день молодежи объединил архангельских автолюбителей. Самые активные из них пришли на площадку у Красной пристани для того, чтобы принять участие в мастер-классах от сотрудников ГИБДД. О цели акции и ее результатах расскажет Инга Швецова. Далеко не каждый водитель может рассчитать точно длину тормозного пути. Для того, чтобы проверить себя и свое авто, городская автоинспекция провела специальную акцию, присоединиться к которой мог любой желающий. Одно из упражнений – разгон и торможение. Нужно как можно быстрее разогнаться, определить момент торможения и остановиться максимально близко к установленному конусу. Инспекторы отмечают, на месте конуса может быть человек, который перебегал дорогу в неположенном месте. Реакция водителя в таком случае должна быть молниеносной. Нужно изучить и понять свой автомобиль, как он себя ведет на дороге, как он чувствует поверхность асфальта. То есть она может быть и сырая, и скользкая, может быть снег, дождь, все что угодно. И, соответственно, водители должны понимать, что они делают для автомобиля в экстренное торможение. Ещё одно упражнение заключалось в разгоне и остановке автомобиля с разными скоростями. При разгоне в 40 километров тормозной путь около 10 метров, при 60 – почти 18. Победитель – тот, кто затормозит на минимальном расстоянии. Почти все останавливались заранее, а кто-то и вовсе сбивал условного пешехода. Начавшийся дождь добавил проблем. С погодных условий очень сильно всё зависит, поэтому надо быть внимательнее во всем положениях. Результат выявляли с помощью рулетки, но приз победитель так и не забрал, ведь опыт, полученный здесь, стоил большего. Инга Швецова при содействии Пресс-службы ГИБДД России по городу Архангельску. В Новодвинске стартовала ежегодная акция «Соберём ребёнка в школу». Чуть меньше месяца остаётся до начала учебного года. В канцелярских товарах и других школьных принадлежностях нуждаются ребята из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, не у всех новодвинских семей есть возможность собрать ребёнка в школу. В этом плане оказывает помощь Новодвинский комплексный центр социального обслуживания. И мы собираем самое необходимое – это ручки, карандаши, ластики, тетради, альбомы. Кто что может. Будущая первоклассница Карина Харчук ждёт наступления учебного года с большим нетерпением. Рисование. А почему рисование? Потому что я люблю рисовать. Тетрадку, альбомы, карандаши и фломастеры. А вот ученица шестого класса Мария Зейдина очень соскучилась по любимому предмету математика. Мне нравится математика, потому что я люблю рисовать задачи. Хоть у меня они не всегда получаются. Там нужны тетрадки, ручки, карандаши, резинки, линейки. 52 ребёнка находятся в трудной жизненной ситуации. День знаний для них является одним из самых любимых праздников. Сделать его вдвойне приятным может любой желающий. Школьные принадлежности, канцелярские товары и вещи для детей можно приносить в социальный приют по адресу 3-я пятилетка, дом 13. И здание ОСЗН по городу Новодвинску, кабинет номер 19. В отделении профилактики безнадзорности детей и подростков. В рабочее время. Продолжит выпуск новостной дайджест. Коротко о главном. По сообщениям ГУ МЧС России по Архангельской области, сегодня 15 августа около 8 часов на проспекте Ленинградском 241 столкнулись три автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении в сторону Варавина. Внедорожник Митсубиши Л-200 не выдержал дистанцию и врезался в задний бампер впереди идущего автомобиля Форт Фиеста. Тот, в свою очередь, ударил ВАЗ-2107. В помощь пожарных спецчастей и спасателей областной службы спасения понадобились пассажирки Форда. Авария стала причиной многочасовой автомобильной пробки. В Архангельской области сотрудники полиции продолжают прием оружия от населения на возмездной основе. В этом году для выплаты гражданам вознаграждения за сдачу в органы внутренних дел незаконно хранящегося вооружения не выделено 350 тысяч рублей. С начала года на возмездной основе в органы внутренних дел сдано 95 единиц огнестрельного оружия, а также 31 взрывное устройство. Сегодня, 15 августа, археологи России отмечают свой профессиональный праздник. Каждое лето во всех уголках нашей страны открываются новые полевые сезоны. И вот в Архангельской области, на территории Национального парка Онежское поморье, ученые обнаружили сооружение из каменных глыб, созданное древними людьми приблизительно 7 тысяч лет назад. Учеными была выдвинута гипотеза о нахождении на берегу Белого моря мегалитического комплекса. По их мнению, это могут быть памятники одной древней культуры жителей Севера Европы, остатки которых распространены в Архангельской области. Быть в курсе спортивной жизни города, не отходя от экрана телевизора и монитора компьютера, это реально. Наш телеканал предоставляет такую уникальную возможность. Хоккейные матчи зимой, теннис и футбол летом в режиме онлайн. Все для удобства болельщиков, зрителей и участников спортивных баталий. Елена Матвеева встретилась с теми, кто обеспечивает спортивные прямые трансляции. Сейчас ледовое поле стадиона «Труд» стало полем футбольным. Но закончится лето, и сюда вернутся игроки водника. И снова будут жаркие матчи. И снова болельщики будут поддерживать хоккеистов на трибунах и у экранов телевизоров. В руководстве спортивного клуба шутят. Сотрудники канала ПС пропишутся на стадионе. Следующий сезон для желто-зеленых юбилейный клубу 90 лет. Прямые трансляции игр в рамках чемпионата России продолжатся. Кстати, в этом году матчеводника в интернете смотрели больше 12 тысяч зрителей. Многие болельщики в своих чатах признавали, что дошла лучшая картинка, которая была на тот момент в России. То есть хочется, чтобы эта картинка лучшая в России продолжалась. В том, что ПС заразил любовью к спорту сотни мальчишек и девчонок, их мам и пап, уверен спортивный комментатор канала Николай Мердеев. Для него вести прямые репортажи в новинку признается сначала волновался. Но азарт игры сделал свое. Первый комментарий с детского футбольного турнира «Лакобол». И сейчас удар. Вратарь на месте. Вратарь на месте. Еще один удар. Это захватывает. Это интересно. Когда смотришь, особенно на пацанов, они с таким азартом играют. По-доброму. Замечательно. Сейчас такой интерес к спорту пошел. Понимаете, молодежь уходит от вредных этих всех привычек. Она старается поближе к спорту. Впервые в этом сезоне канал ПС транслировал командный чемпионат Архангельской области по теннису среди мужчин. Ракетки, матч-пойнты и гандикапы в прямом эфире. В городской федерации тенниса, иначе как прорывом, это не называют. Даже были определенные споры о том, кто будет играть именно на этом корте. Потому что игры происходили на двух кортах, а трансляция была только с одного. То есть людям хотелось попасть на экран. Люди, которые смотрели трансляцию, им было это интересно. Им были интересные комментарии, которые осуществляли наши же теннисисты. О спорт, ты мир! Эти слова сказаны Пьером де Кубертеном. Для каждого спортсмена объяснений не требуют. Канал ПС делает этот мир динамичный, азартный, радостный, ближе к каждому. Елена Матвеева, Сергей Минин, Панорама Севера. А какие прямые трансляции ждут вас в эти выходные, вы узнаете из рубрики «Открытый город». Рубрики «Открытый город» – прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат, важных событий Архангельска. 16 августа с 14 часов на телеканале ПС в прямой трансляции смотрите спортивно-оздоровительную акцию «Выше своего предела». Акция состоится в рамках реализации летнего молодежного марафона «Здоровый Архангельск» на набережной Северной Двины. Во время праздника все желающие могут принять участие и испытать себя на 20 активных площадках, среди которых сальса, джамперы, роллеры, русский жим и другие. А 17 августа с 11 часов на телеканале ПС вы сможете увидеть турнир по уличному баскетболу. Турнир пройдет на площадке у здания «Норт-арены» на проспекте «Советский космонавтов-179». Зрителей и спортсменов ждет разнообразная развлекательная программа. Брейк-данс-баттл, спортивные конкурсы. Участники турнира – игроки из столицы Поморья и Архангельской области. Организаторы – Центра развития массового спорта. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639 720. Открой город вместе с нами. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 16 августа доллар США 36 рублей. Евро 48 рублей 12 копеек. Это была программа «Панорама Севера». В студии работала Елена Гончарова. Я с вами прощаюсь с пожеланиями хорошего отдыха в выходные дни. Оставайтесь с телеканалом ПС. В Вильске 16 августа ожидается малооблачная погода плюс 22 градуса. В Котласе небольшой дождь плюс 21. В Мирном переменная облачность от 16 до 20 тепла. В Новодвинске плюс 19. Небольшой дождь. В Архангельске 16 августа облачная с прояснениями погода, ночью небольшой дождь. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью от 8 до 11, днем от 17 до 20 тепла. Атмосферное давление будет слабо расти. Тип погоды второй благоприятный. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»